Заслуженный работник физкультуры, 12-кратный чемпион России, боксер, легкоатлет, велогонщик, ветеран спорта. 82, ему нет равных. Амарасхаб Амаров – человек, посвятивший всю свою жизнь спорту. Ежедневные занятия физкультуры и участие в многочисленных соревнованиях принесли ему заслуженную славу и награды. О том, что помогает знаменитому Амарасхабу, чувствует себя прекрасно в сюжете Зумруд Гамидовой. За плечами дедушки Амарасхаба полвека спортивной жизни. Утренняя зарядка, пробежка, закаливание – с этого начинается каждое утро Аксакала. Он рос сиротой, но одиночество и голод не сломили его. Парня не пугал физический труд, и именно благодаря этому, вспоминая Амарасхаб Амаров, у него появилась тяга к занятиям спортом. Благодаря его страданиям. И в это время я помню, что моя жизнь с 5 лет. Война, 44-й год, в марте, 1945-е годы, на мае место. Голос. Чурек давали тонкий такой, на 4 человека в сутки. Ну, кушают там все. Потом весна появилась, трава, там что кушали. Вот так начали жизнь. В 95-м году Аксакал дагестанского спорта сорвался на спуске с горы и уцелел лишь чудом. Травма оказалась серьезной. Пришлось снова учиться ходить. Почти два года легкоатлет не передвигался самостоятельно. Но врачей к себе не подпустил. Встать на ноги помогла вера во Всевышнего и систематические занятия спортом. Помимо занятий спортом, намаз и пост во время месяца Рамадан помогают Амарасхабу Амарову чувствовать себя прекрасно. Встал свои 82 года. Начиная с 5-летнего возраста, он совершает молитву. Свою жизнь без веры во Всевышнего не представляет. К этому же призывает молодежь. Молитство – это регулируется человек организма. И духовная вера – это вера. Отжимания не меньше 50 раз. И все на одном дыхании. Окружающие с изумлением следят за Амарасхабом и восхищаются ветераном. А в море спортсмен купается круглый год. За это его и прозвали моржом. Разменяв девятый десяток, он признается, что почти не обращался к врачам. И это во многом благодаря правильному питанию. Последний рацион ветерана состоит из фруктов и овощей мяса только раз в неделю. Он охотно ест зелень, а крапиву – исключительно в сыром виде. Такой же подтянутый, стройный, как и 50 лет тому назад. Ничего не изменилось. А послуженный список, между тем, стабильно пополняется новыми медалями и грамотами. Но не это главное. Важно то, что ветеран старается личным примером пропагандировать здоровый образ жизни.